Ну а сейчас переносимся в Хурзук, где выросло число первоклассников и даже появился нулевой класс. Ученики как индекс социального благополучия. И демография в этом ауле имеет точные математические прогнозы. Из Карачаевского приэльба Руссия репортаж Руслана Коркмазова. В Хурзукскую школу имени героя Советского Союза Усмана Касаева в первый класс пришли 14 детей. И это отличный показатель, потому как недавно даже 6 учеников считалось признаком жизни в ауле. С года в год где-то увеличилось на 10%. У нас очень высокая рождаемость. Это потому что спасибо Путину, который выделяет деньги для детей. У меня сейчас в данный момент трое учителей в декретном обыске. У них третий ребенок, четвертый ребенок. Хурзукский детский сад гарантирует рост числа первоклассников. Уже в сентябре 2021 года учитель начальных классов ожидает 16 детей, 14 из которых учатся в нулевом классе. А такой класс в школе появился, потому что детский сад начал переполняться. И, как говорит учитель с 40-летним стажем Тамара Байчорова, работа с учениками нулевого класса стал для нее педагогическим открытием. Вот в этом возрасте, именно в этом возрасте они впитывают как губка. Они уже к концу года спокойно читают. В нулевой класс с удовольствием из садика перешел Казим. Ему здесь уже нравится, потому что в обед не надо спать. А вот Абубакар сегодня в расстроенных чувствах. И с садиком расставаться не хочется, и в школу время пришло. У нас в день бывает три урока. Вот расписание наше. И эти три урока по 35 минут. А остальное время мы играем. Ну, то есть как в садике. После первого урока у нас бывает завтрак такой легкий. А потом мы играем, выходим на улицу, и они вообще не утомляются. Они играючи, весь этот материал усваивают. В первый класс из нулевого перешла и Ясмина. В нулевой класс ходила? Да. И чему ты научилась? Читать, писать. А в первой классе что ты будешь делать? Тоже. О том, что первый класс серьезнее нулевого, осознал и Амир. И на тысячу вопросов нам учитель даст ответ. Все нам в жизни пригодится, ведь учение – это свет. Эти первоклассники в нулевом классе уже смогли сформировать мировоззрение. Поэтому уже знают, что имеют право выбирать свое будущее. И дети уже знают, что у юристов и экономистов будущее туманное. Поэтому выбирают профессию врача, военного и полицейского. Есть даже интересные мечты. Например, у Марии. Балериной. Балерина из Хурзука. А еще может появиться и космонавт из Хурзука. А я хочу стать космонавтом. Космонавтом. Аймюлек хочет полететь на Луну. Имя этой девочки в переводе с карачаевского языка уже космическое. Лунный ангел. Сегодня в школе имени Героя Советского Союза Османа Касаева появилось новшество уровня президента Российской Федерации. В Хурзуке появилось новое время. 11.30 – время путинского обеда. С 1 по 4 класс теперь будут кормить в Хурзуке бесплатно. Это первое, второе и компот. Ученики начальных классов сегодня начали получать бесплатное питание, гарантированное президентом Владимиром Путиным. И меню разнообразное. Мяса много. И каждый день разные блюда. Ну что, вкусно? Да. Как дома? Да. Приятного аппетита. Спасибо вам. Понравилось тебе? Спасибо. Кормят здесь горячими обедами учеников нулевого класса и всех с 5 по 11 класса. Стоимость платных, непрезидентских обедов составляет 1120 рублей в месяц каждого ребенка. Но родители оплачивают только 300 рублей, потому что в Хурзукской школе есть свои огороды, урожай которых обеспечивает сытную, почти бесплатную жизнь в столовой. А кто ухаживает за этой морковкой? Вы или дети? Ну, есть маленькие участки, у детей есть. Есть у нас ответственный за участок учитель биологии. А все-таки с тяпкой кто работает? Работаем. А то ответственных может быть много. Работаем все. Я, например, 5 рядов картошки посадила, прополола, проокучивала, прополивала. Чтобы этой картошкой детей накормить? Конечно. Излишки урожая продают и закупают в школу мясо. Поэтому и обеды почти бесплатные. 300 рублей родители сдают на хлеб, потому что в школе нет своей пекарни. И на чай, потому что в Хурзуке пока еще не научились создавать чайные плантации. Раз уж подсолнух здесь начинает свисти в сентябре, значит и у чая есть шанс вырасти на хурзукских огородах. Руслан Куркмазов, Расул Бердиев. Весть из Хурзука. Карачаевская прельбрусье.